ДТП Целая семья чуть не погибла в пожаре. Происшествие случилось в Атырау. Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже шестиэтажного дома. Возгорание началось на балконе, после чего начали гореть пластиковые двери и окна. Владельцев не было дома. Дым от горящего пластика заполнил лестничную площадку и начал поступать в квартиру сверху на четвертом этаже. Там находились трое взрослых и двое детей. Люди не смогли самостоятельно покинуть квартиру и получили отравление. Прибывшие к месту пожароспасатели эвакуировали семью, передав пострадавших медикам. Незаконный вывоз рогов животных пресекли пограничники в Костанайской области. Оба задержанных являются гражданами Российской Федерации. Первый пытался перевезти два рога Архара. Второй рога лося и оленя. Материалы дела сейчас расследуют в отделениях полиции Таранавского района и Житой Коры. 23 особи стерляди изъяли у браконьеров в Павлодарской области. Рыбу ценной породы рыбаки ловили на Иртыше возле села Нталы района Теренколь. Стражи порядка заметили их с берега. Проверив содержимое резиновой лодки, полицейские обнаружили запрещенный улов. По факту незаконной рыбалки проводится досудебное расследование. Иностранных граждан привлекают к административной ответственности в Ахтобе. Среди них есть и совершившие уголовные деяния. С начала года в регион прибыли 17 тысяч человек. Большая часть трудовые мигранты из стран СНГ. За нарушение правил пребывания и совершение правонарушения уже наказано свыше 800 человек. С начала года иностранцами в нашей области совершено 860 административных правонарушений и 25 преступлений. В основном это граждане Российской Федерации и граждане Республики Узбекистана. Совершают они преступления, такие как кражи и хулиганство. Также более 5000 трудовым мигрантам выдано разрешение на трудовую деятельность. Водители семьи снова учили пропускать на дорогах спецавтотранспорт. Пожарная машина под присмотром полицейских отправлялась на условный вызов. При включенных сиренах участники движения должны остановиться и уступить дорогу спасателям. Однако на деле все выглядело иначе. Водителям сделали замечание. Когда у нас поступает вызов, наши машины, пожарные автомобили при следовании на пожар сталкиваются с такими сложностями, как пробки, заторы на дорогах. Несмотря на светозвуковые сигналы, что подают машины, водители часто отвлекаются на разговоры за рулем или на звук магнитофона и не слышат нас.